Ну а что вы хотели? Все в рамках вашего бюджета Короче говоря, мы сняли квартиру При поддержке ваших лайков и репостов Это был вторник Моего друга Руслана выселяли с общаги Ему срочно нужна была новая хата Я предложил ему снимать вдвоем Руслан сомневался Я сказал, что так дешевле Руслан согласился Я предложил найти риэлтора Руслан мне предложил не предлагать тупые предложения Я понял С деньгами у него еще хуже, чем я ожидал Он сорвал объявление Сдам квартиру в вашем районе Четко Попросил меня позвонить на лайф Нечетко Он ходил из стороны в сторону 10 минут, 20 минут, 30 минут Остановился Посмотрел на меня Сделал умный вид Бросил трубку и сказал Я все порешал, чувак Поехали Мы приехали на место Никого не было Трубку тоже никто не брал Я сказал Чувак, это кидалово Руслан ответил Такого быть не может Я уже предоплату скинул Я посмотрел на Руслана Руслан посмотрел на меня Да, походу нас кинули Зашибись Зачем я только с ним связался Загуглил Аренда квартир без посредников Через полчаса я понял одно Хозяева вообще не умеют фоткать квартиры Я насчитал 10 фоток ковров на стене 40 фоток только стиральной машины И 4 фотки, где в отражении зеркала Видно мужика в трусах И это все в одной квартире Руслан меня перебил и сказал Согласен Звони риэлтору Всех риэлторов, которых мы встречали Я поделил на три типа Первый тип Риэлтор решала Он может решить все Все порешаем Я порешал, ребят Все, пацаны, порешал Второй тип Риэлтор-продажник Он может продать все Ну а что вы хотели? Все в рамках вашего бюджета Третий тип Идеальный риэлтор А я вам говорю, что квартира идеальная Мы зашли в квартиру Я разулся Риэлтор разулся Руслан остался в кроссовке Мне нравится Берем Может хотя бы комнату посмотрим? А, это коридор Риэлтор удивился Хозяйка закатила глаза Я обрадовался, что никогда не жил в общежитии Мы пошли смотреть квартиру Кровать есть Газовая плита есть Тушь есть Отлично Руслан сказал Ну, тараканов нет Берем Вот поц Хозяйка спросила Ну и кто тут будет жить? Мы вдвоем Я посмотрел на хозяйку Хозяйка посмотрела на нас Я стукнул Руслана по ноге Ты что, поц? Он не понял намека Риэлтор вообще ничего не понял Хозяйка перекрестилась Испанский стыд Риэлтор спросил Как вам? Я ответил Плохо, что микроволновки нет Сейчас порешаем Он ушел разговаривать с хозяйкой Мы остались ждать Руслан удивлялся, как может быть так чисто в квартире Рассматривал жалюзи, телевизор, кресло Я удивлялся, как удивляется Руслан Через 5 минут вернулся риэлтор Я порешал, ребят Все нормально Микроволновка будет Но купить должны вы ее сами Руслан обрадовался Я отказался от такого предложения Зашла хозяйка Выдвинула свои требования Не шуметь после восьми Не курить в квартире Не заводить животных Не трогать ее телевизор Не двигать шкаф Не раскладывать диван Не трогать статуэтки Проветривать только раз в день Не набирать ванную Сильно часто не ходить в туалет Не пользоваться огнеопасными дезодорантами И не голосовать за оппозиционный блок Руслан запомнил только про курение Риэлтор сказал Сейчас порешаем Снова ушел общаться с хозяйкой Мы остались ждать Прошло минут 8 Все, пацаны, порешал Идем смотреть другую квартиру Ясно, мы обулись Перед уходом Руслан крикнул А я сломал вам жалюзи Мы пошли смотреть другую квартиру Риэлтор сказал Самое главное, пацаны Квартира вообще в 5 минутах от метро Четко Мы шли 5 минут, 10 минут, 20 минут Мы устали, передохнули Пошли дальше Еще через полчаса были на месте Я сказал По-моему, тут больше, чем 5 минут от метро Риэлтор сказал Порешаем Ясно Мы подошли к двери Риэлтор остановился Объяснил, что на квартире еще живут люди Попросил не пугаться Если что, он порешает Руслан ничего не понял Я понял и хотел побыстрее закончить Мы зашли в квартиру Поздоровались Я разулся Риэлтор разулся Руслан пошел так Я разозлился Попросил Руслана разуться Руслан морозился Мы начали спорить Постоялец просто стоял Риэлтор хотел что-то решить Руслан крикнул Ладно, уговорил Он разулся У него был дырявый носок Я все понял Немного посмеялся Риэлтор предложил нарешать новые носки Руслан отказался Сажал дырку между пальцев Проблема улажена Мы пошли смотреть квартиру Я увидел стрёмную куклу Потом еще одну И еще И еще Странно Посмотрел на Руслана По его лицу было все ясно Его устраивала любая хата Главное без тараканов Риэлтору позвонили Он ушел разговаривать Нас позвал постоялец Стало интересно Мы подошли к нему Он сказал Не заселяйтесь сюда Я спросил Плохой район? Плохая аура Здесь живет дух погибшего мужчины Очень давно он купил эту квартиру Но не смог выплатить ипотеку И покончил с собой И теперь он не любит Когда кто-то Заселяется В эту квартиру Я понял Чувак сумасшедший Руслан был испуган Я понял Руслан наивный Попытался успокоить Руслана Сказал, что духом не существует В соседней комнате что-то упало Руслан вскрикнул Из комнаты послышался крик Все нормально Я чашку уронил просто Постоялец продолжил рассказывать про духа Руслан еще больше накручивал себя Я решил разорядить обстановку И сказал Да ладно, чувак От запаха твоих носков Любой дух помрет На меня посмотрели как на идиота Стало неловко Постоялец сказал, что это не шутки Дал Руслану номер священника На всякий случай В квартире вырубился свет Руслан закричал Я пытался объяснить, что это пробки А не призрак Успокоил его Сказал, что квартира хорошая Руслан не согласился Я напомнил, что тут нет тараканов И есть отдельный туалет Руслан успокоился Я посмотрел на риэлтора Он улыбался Он думал, что сделка идет хорошо Сказал, что пришло время разобраться с документами Я смотрел на него Он смотрел на меня Руслан смотрел на куклы Неловко А что, никто не сделал договор? Я думал, с собой возьмете Мы нашли другого риэлтора Приехали на новую квартиру У входа стояли люди Странно К нам подошел риэлтор Объяснил, что квартиру смотрят сразу несколько клиентов Нам пришлось ждать своей очереди Я был возмущен Руслану было без разницы В квартиру зашел человек Мы ждали 5 минут 10 минут 20 минут Из квартиры вышел риэлтор Сказал Все, ребята, квартира сдана Расходимся Сука Другую квартиру Пообещал, что этот вариант нам точно понравится У нас не было выбора Мы согласились Ну, а что вы хотели? Все в рамках вашего бюджета Зато через 10 лет Здесь будет шикарный новострой Встретились с новым риэлтором Он предложил идеальную квартиру Намекнул, что держал ее специально для нас Руслан спросил А сколько стоят ваши услуги? Очень вовремя Риэлтор ответил Половина от месячной аренды Руслан был в шоке Не понял, за что платить такие бешеные деньги Риэлтор объяснил, что у него есть какая-то секретная база недвижимости О ней никто не знает Даже КГБ Мне было интересно, что за база Руслану было интересно, где брать деньги Он отвел меня Я не хочу платить ему половину каждый месяц Так это единоразовый платеж Руслан выдохнул Но все равно не понимал, за что давать такие бабки Попросил сбить цену Риэлтор был непоколебим Руслан был мнительным Он согласился Мы зашли в квартиру Нас встретил хозяин Риэлтор сказал Мы по объявлению На столбе Руслан возмутился Риэлтор улыбнулся Вот сука Руслан включил ревизора Начал проверять идеальную квартиру Он проверил все Абсолютно все Он проверил плентуса, проверил плесень, линолеум Прочность диванов, прочность стульев Заодно и прочность характера хозяина Он проверил работу стиралки, холодильника, плиты, туалета Хотя последнее было не проверкой До квартиры не докопаться Странно Хозяин сказал Торга не будет Риэлтор улыбнулся Руслан расстроился Я чувствовал что-то неладное Все было слишком хорошо Где-то точно есть подвох Теперь я включил риэлтора Отопление Есть Кто платит? Я Коммуналка Пополам Подогрев полов Есть Тиралка Есть Утюг Есть Фен Есть Магазины рядом Есть и даже круглосуточно А соседи? Хороший, жалоб не поступало Точно? Да, это самый безопасный район Может у кого-то ремонт? Позавчера закончили Год крещения Руси 988 Где проводились первые олимпийские игры? Греция Где побывала Алиса, попав в страну чудес? На безумно чаепитие А, он тебя целует Говорит, что любит и ночами обнимает Замгеранги Джигернал, братан А я вам говорю, что квартира идеальная Я был в шоке Мы нашли идеальную квартиру Я посмотрел на Руслана Он чуть не прослезился Он и представить не мог, что будет жить в таких хоромах Мы решили брать эту квартиру Заключили договор Отдали деньги хозяину Отдали деньги риэлтору Получили ключи Пожали друг другу руки И провели их в добрый путь Хата наша Кайф Я же говорил, стены тонкие Ну ничего, порешаем Короче говоря Мы сняли квартиру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА